Закачивайте, я уже сейчас посмотрел, я поэтому и звоню. Вы закачивайте оба ролика одновременно. Отдайте варлоги, я их сейчас закачаю сам, сейчас за 3 часа их закачаю, я это видео. Я закачиваю его без ужатия. У меня что-то так же закачиваю. Я без ужатия закачаю сейчас быстро его. Ну всё же, причину-то мне хотя бы так, пример, в чём искать? Я причину могу ничего сказать, если я даже начну говорить, вы ничего не поймёте. Сергей, а какие два ролика он закачивает? Он же один закачивает. Один закачивает, а никаких двух-то нету. А какие одновременно два я не закачиваю? Кошки одновременно, голуби и кошки, идут два ролика одновременно, они друг другу мешают. А сейчас я включил утром, когда она ничего не даёт. Я понимаю, вы сейчас включили утром, а тот вчерашний там ещё мешает ему. Надо один из двух удалить. Я тоже доступа имею. Я сейчас посмотрел, качаются два ролика у вас. Один и тот же ролик два раза загружен. Я поэтому и позвонил. Вот я поэтому-то и хотел проконсультироваться. Вот сейчас, послушайте, я консультации никого не дам, потому что, если я начну говорить, вы не поймёте. Надо иметь там знания определённые. Пусть сейчас Володя заберёт это, а я через Володю быстро сейчас его закачаю. Нет, это не решает вопрос. Но мой там вопрос остался не отвечать. Не должен же на Володю скидывать. Володе определённо я дам. Это ролик я закачаю его. Теперь мне непонятно. Если позавчера, когда я качал, он на 14 тормозит, и я заново ставлю его, она два не качает, она только один. Почему сегодня вдруг два? Этого не было до сегодняшнего дня. Я могу вам сказать одно, что у вас плохой интернет. Плохой, слабый очень интернет, понимаете как? Ну, а Володя, а с чего он лучше будет моего там? Мы сидим в одной комнате. Это не отлично. Я говорю, вообще у вас подход провода, интернет плохой у вас. Ну, понятно. Почему здесь, Володя, я делаю по-своему просто. Я там знаю, а вы не сможете так сделать. Нет, я вам просто спрашиваю, чтобы хотя бы в рассуждение. Два дня назад, если она тормозила на 14, я подожжу маленько, включаю. Нет, я говорю одним ответом, плохой интернет. Все. Ну, позавчера она закачивала, а сегодня нет. Плохой-то плохой, но все, я закачал. Плохой интернет. Позавчера был лучший интернет, вчера и сегодня плохой интернет. Отсюда вывод, который вывод, что она у меня тот качала, сколько же она его закачала за ночь-то? Если я ложился, она была только запустила, за один час она 14%. Неужели за ночь не могла закачать? И что там не закачала? Чего не закачала? Он на месте стоит там. На месте? Он стоит на месте. Ну, я вот это ты качаю сейчас. Сейчас я посмотрю, что с ним будет. Вчера вечером... То, что мы качаете, ничего не даст. Они оба друг другу упрутся. Я говорю, отдайте Володе, я сейчас сделаю сам все. Пусть Володя его на себе на компьютер закинет. Неужатый, отдайте им. Что он Володе-то сделает? Мне надо узнать дальше, что я на Володю буду скидывать. У меня же собрания будут, занятия. Я все, Володя, Володя здесь в комнате, не будет, он уедет. Мой-то вопрос так и не решился. Компьютер будет смещен, я буду через него делать. Нет, которые занятия... Только интернет. Мы опять к старому вернемся. К тому возврата нет. Я буду ехать и сам ставить, а другие, которые ролики новые, я и буду отдавать. Я вам предлагаю выходы из положения, вы отказываетесь. Да я отказываюсь, хочу понять сначала. Я к вам не буду, я через Володю сделаю. Я сделаю, но через Володю. Я к вам вообще не буду заходить. Через Володю на компьютер все сделаю. Я вам предлагаю услуги свои, понимаете? Больше я что могу предложить, я помочь, чем-то и предлагаю. Больше я вам... Интернет лучше я вам сделать не смогу, понимаете? Я хочу услышать причину, я даже не говорю, что вам делать надо. Мне надо узнать, почему позавчера, не из-за того, что он хуже стал, у Володи та же самая тяга, как у меня. С чего у него лучше-то будет? Ну ничего. То есть я сделаю, я поставил, Володя, две программы специальные, я через эти две программы ролики прогоню, и они, качество останется у них одно и то же, а уменьшится размер в три раза. Я делаю там свой подход. Ну сейчас-то у вас 30% закачало. Значит, когда сейчас? Ну вот сейчас вы смотрели-то. Ну значит, у меня накачает нормально, а тут погашает. Я его докачаю, я его давать не буду. Вот вчера вечером на меня один вышел, вы еще не видели его, Сантьяго, Чили. А он, оказывается, у меня на форуме есть. Но я решил прослушать его, он долго говорил, там не для меня это. Они это все заботятся о России, и там просто сумятица какая-то. Я сказал, больше на эту тему не говорить и не звонить. Он что, русский или пикаролог? Русский. Русский оказался там. У него вроде здесь какое-то покушение или что-то за то, что он такой патриот, и что там Путин марионеткой, ну все такое вот, он там еще не знает, и он уходит. Да куда он уходит? С чего ради он будет уходить, когда у него, он не для этого избирался. Ну то есть вот я не стал не возражать, и я его поставлю, вы посмотрите ролик этот. Я ему сказал в конце, его Вячеслав Николаевич звать, больше мне на эту тему не звоните, об этом разговора нет. Моя профессия другая. Я свидетельствую о Христе, для меня жизнь Христос. И он в конце, что сказал-то там, я бы тоже хотел так. Я говорю, об этом мы будем говорить. Мне от этого ничего не изменится. Из моря выходит баран, овен. За ним выходит козел. Мы не можем переместить местами. А можно сделать, чтобы козел не выходил? Нельзя. В каждой стране были патриоты. Они хотели удержать ту власть, с которой они прижились. Персидское царство должно уйти. Греко-рымское придет козелу, Александр Македонский. И сменить этого нельзя. Я ему доказал или не доказал, но в конце сказал все-таки. И он, главное, там оказался в затруднении и звонит с автозаправки, где бесплатный интернет. Выходит, у него даже интернета там нет. Он недавно туда, почему он туда, в Америку уволохся. Какие только люди. Так, на сегодняшний день не меняется на 17 часов ничего? С этим, с Александром-то. Он пока еще не видел моего сообщения. Он пока еще не читал. Он письмо мое даже не читал еще. А я-то уже на этом все ориентируюсь. Тогда мы ему... Он пока еще не в курсе, что я ему предложил. Он даже не знает. Так это еще, говорится, на седьмой воде кисель. Это неизвестно. Будет он или не будет. А я тут... Кисель. Он просто еще не заходил в интернет. Не видел моего письма. Ладно. То есть, срок времени, видите, еще не определилось со временем. А я вчера подсуетился все дела сделать, чтобы на это время быть свободным. После пищи-то прощистили. Я постоянно захожу, смотрю его. Через каждые полчаса заглядываю, его нету. Так, я к тому еще это сказал-то. Я не им интересуюсь, а вами. Что если будет эта беседа, если он выйдет-то, вы очень внимательно слушаете. И в каком месте нужно, вставляйте вопрос. Не ждите, когда он окончен, или я. Вы предупредите его, что ведущей являетесь вы. Вы настаивали на этой встрече, и вы подходящие, нужные вопросы. А вопросы к тому. Первый, наиважнейший вопрос. Это не от Бога. И он должен прекратить об этом говорить. Это самое главное, к этому подговорить. Остальное я поведу. Вы только не давайте, куда попало, выруливайте на одно и то же место. И далее, что ему нужно, это покаяние и тихая жизнь. Изучать Слово Божие. Апостол Павел, Савл еще был, он ушел в Аравию, чтобы поднабраться, размыслить, обмозговать все это дело. Куда же я забрел-то? А потом уже явился на мир. А не так, сегодня обратился и пошел. Да нет, он три дня слепой сидел. А когда обратился, ушел в Аравию. Его никто не хотел принимать. Это нам пример дается. А здесь так. Шел сзади всех, повернул назад, как будто весь строй повернулся. И теперь он задний оказался впереди. И он уже на белом коне. У нас были такие. А ничего у него не меняется. Он с собой не работает. У него никаких данных для этого нет. Я его уже предварительно написал ему. Я сказал ему, чтобы он мне сначала подзвонил на 15-й. Я ему расскажу, о чем вы с ним будете разговаривать. То есть, что у вас не благословлять вы его будете, а будете обличать его. Конечно. И при том, не для того, чтобы его оттолкнуть. Но у меня заранее составлено, я с такими-то людьми имел дело-то. Они абсолютно беспокаянные. За свою жизнь я видел только одного человека, который отошел от этого. Одного. Так она покаялась. И теперь, это я имею в виду тех, которые лечат, шептухи. Это из одного мешка сатана вывалил. И вот приходят, знают, что она там, ну, дети, родимщик там бьет. Что-то разные-разные такие. Деревенские. Она в деревне живет. И она видит на крыльце стоит сатана. С рогами, с хвостом, с копытами. А ей говорят, это соседка пришла, тетя Тоня, что ты говоришь? Она сразу падает на колени, плачет и молится. Господи, я верю, ты простил меня. Но то сатана снова искушает, отгони его. А она стоит, та просит. Ну, погибает корова там или что-то еще. Она веет сатану. Вот он этого не видит, он этого не знает. Его сатана подцепил на крючке, и как собаку нацепи, бьет по сторонам. Там с одного забора по другой забор, забор-то. А люди найдутся, которые будут одобрять. Будут искать его. Но он не видит, кто там за этими людьми стоит. Кто рожи строит. Кто рога показывает. Вот это главное. Это его душа. А говорить где? Что ему? Он будет перечислять, что-то плакать. Развеси меня на клочке. Он из этого не может выйти. Он везде говорит. Это еще одно доказательство, что это не от Бога. Люди, которые боятся солгать, они говорят, Господи, если я где-то солгал, ты меня прости. Я не умышляю. А этот, пусть меня Бог там в ад сделает, то другое. Это сатана может говорить только так. Верующий, даже не зная за собой ничего, и предположительно, он заранее просит прощения, Господи. Я по небрежности, по забывчивости ума. Если я забыл это, ты меня прости заранее, Владыка. Прости. Я не хотел этого. У него этого нет. Он предает себя вечному мучению сатаною. Заранее. Хотя все, что говорит, ложь. У него страха Божия нет. Важно то, что он не понимает, что рот лукавый, прелюбодейный чудес ищет. На него и клюют те, кто ищет чудес вот этих. Да. Вот. Иудеи требуют чудес. Не просвещаются, а хлебое зрелище приходит посмотреть. Вот это вот иудеи, которые вокруг его, это иудеи. Иудеи требуют чудес. Вот так. Сейчас на меня тут вылазят с утра пораньше. Да ничего. Ищут деньги. Незнакомые звонят, когда. То звонят только одно. Я такая-то, позвони мне. И она такая доступная тварь. Ну, что? У меня закачивается оно. Она закачается. Просто я эксперимент провел до конца. Не делал. Лото-то оно не накачало. Видимо, этот эксперимент не идет, чтобы до конца. У меня за роликами надо следить. И пока до конца не дошло, заново я его переключаю. Он сразу перепрыгивает. И сколько за это время прошло. Оно нормально качает-то. Потому что... Вот так ведь надо делать. Я без укачки. Но я решил проэкспериментировать. Ну, ввиду опыта. Еще не получилось. Значит, мне сказали, что порядка 8 числа ответ будет шенгенский. Если шенген откроет, все остальное у нас идет по графику. А с Англией там препятствий тоже никаких нет. Поэтому... Как будет. Я лично уделяю этому большое внимание на молитвы везде. Потому что на Англии у меня никакой... Просто так. Я же через кого-то передал бы туда книги и все. Но там этот взялся Сисенис. Фамилия его Андрей. И он говорит, я отпуск беру. Сейчас работаю целыми днями. Чтобы без содержания взять отпуск. Жена, сын там. Мы все ждем, не дождемся, когда приедет. И в разных городах он устраивает встречи, чтобы поехать вместе. Ясно, что для меня Англия это будет уже не Испания. Тут я умом уже там. Примерно категория людей известна. Я должен у Бога выпросить, что сказать. Я им не буду говорить о том, что пророчество исполнено, с Христос пришел. Они это знают хорошо. Это баптисты. И самое неповрежденное среди сект, среди нецерковных, это баптисты. Они только отошли от православия. И они сохранили учения в Троицу. Они сохранили Библию без повреждения. Ну, то есть очень много. А их, которые пошли там адвентисты, они уже все баптистские заблуждения как основу берут. И своих набавили кучу. А которые от адвентистов, яговисты, те сохранили все адвентистское и добавили своих еще. Ну, это так и есть. Это и у православных так же. Сохранили Константиновское, а потом осколки бизантийской этой гнилой кухни начали везде применять. На Россию-то православие истинное никогда не приходило. Они его не знают. Разговоришь со священниками, а они православие не знают. Я спрашиваю. А вот вы говорите, что баптисты раньше другими были. А в чем разница? Любили Слово Божие. Я говорю, раньше, когда я обратился в 62-м году, это были ревностные люди. У них отделенные, которые Совет Церквей. Вначале там, ну, Георгий Винс, тогда были, который первый, Вашиминаков, это чуть попозже пришел, Барнаульский-то. Вот, Прокофьев был. Ну, Прокофьева они сшибли. Женщину подсунули, ну, и парень пал. Ну, и они его сразу вышибли. Вот. А вот те были. Мы собирались, беседовали, У-у-у, в Новосибирске мы были. Это в собрании. Люди приходят, записывают. Сейчас ничего этого нету. А зачем я спасен? Сатана обольстил полностью. Я спасен? А спасен зачем мне остальное нужно-то? Живет, нарушает седьмой заповедь. Я ему говорю, Ты что делаешь-то? Ну, жена плачет. А я спасен. Господь сказал, накажу, но милости моей не отниму. Он берет 88-й Псалом, 33-й стих. Я говорю, так это об Израиле сказано, это не о тебе. А обетование Израиля все на нас сбывается. У него покаяния нет ничего. Сегодняшняя такая молодежь, и все, они не могут ни слушать, ни считать, ни вопроса задавать, ничего нету. Обощение страшное. Это не те баптисты, которые были. Те стремились там где-то на помощь, на благовестие. Это ничего нету. Кукольный театр у нас по краю развозят. Куклы играют. Куклы. Ну, даже пускай персонажи библейские будут, но это куклы. И они не знают. Он даже фотографию ставит, с женой обхапает ее, и в таком виде фотография стоит. Даже мирские люди, и то неприятно смотреть. Ты смотри, как у мусульман. Он вот так стоит, и жена у него там, я не знаю, всегда ли она с левой стороны, она его держит. Так должно быть. Они даже этого не понимают. Я говорю, а кто библию-то перевел? Ничего не знают, молодежь. Кто ее перевел на русский-то язык-то? Не знают. А кто канон составил-то? Канон-то кто? Евангелие-то было около 20, а не 4. Ничего не знают. Я маленько боком с ними теперь сообщаюсь. Мне неинтересны они. Адвентисты еще занимаются. Ну, тоже я с ними-то не встречаюсь краем. Баптисты другие, абсолютно другие. Вот видео у вас было там в шатре, эти жующие. Это кто? Баптисты или пятидесятники? Кто это такие? Это новая какая-то жизнь. Новая жизнь. Это совершенно не баптисты, это богатоли было. Они жуются, всех наркоманов, и все это они с этими, со стаканчиками ходят, и жуют, и жуют. Я написал, жующие сектанты. Они громадная такая, громовая музыка, чтобы они не понимают, что лишь бы барабанило. У нас был священник один, он в машине авария сгорел. Это настоящий проповедник, Божья милость, Александр Пивоваров. Мы у него учились на священника, три брата одновременно. Он крестил отца Геннадия Фаста. И он говорит, ты выключи, как солженицы, он говорит, это глусавое радио на кухне. Сатане не важно, слушаешь ты, нет. Он сидит на радиоприемнике и ногами колотит по нему. Главное, что ты не молишься. Вот для чего это нужно-то. Я это убежден в этом. И телевидение. Да у меня включено, я не смотрю. Ты убери его. Ты не смотришь его. Ты, если хочешь, чтобы в это время было у тебя, ну, допустим, вот вы поставили про Путина-то, я еще не понял, видимо, не о Путине, а о других посмотреть ролики. Я посмотрел уже сегодня. О газе там. Газ где? Так я молюсь о нем. Газ Украине. Газ Украине. Украина отрубила. Ну, это не... На сегодня так, завтра по-другому. Это все план впереди. Не надо думать. Путина отказал. Украине больше не будет поставлять газ. Ну, это сегодня сказал, завтра по-другому будет. Это в один день меняется. С Белоруссией какие отношения год назад были? А сегодня Лукашенко говорит, никуда от России. Мы только с Россией. Так что у них все запрограммировано. Они все из одного мешка. Это вот есть такая книга. 1 августа 1914 года. Николая Николаевича Яковлева. Книга. Ну, там Шульгин пишет, что об этом Виталий. Это те, которые брали отречение у царя Николая, там где он был. Могилевый где? Я говорю, они там сражаются на трибунах, бьют друг друга. Смертельные враги. Там слушать нечего. А я гляжу, говорят, они в ресторане сидят вместе, бьются друг друга по плющу. То есть у них роль, им отведенная. Они на нижних ступенях, масоны, показал палец, загнул куда, он туда и пойдет. Он говорит, мы сидим за столом однажды. Там он только вступил и рассказывает, от масонов отошел. Там нельзя отходить. Но новые люди, там из Англии, приехали из Германии. Ну, я не знаю, кто сижу, голову опустил. Говорят, там о газе где-то. Гляжу, говорит, напротив которого. Он вилку взял, вилку на ложку положил, говорит, и лезвие направлено туда. Я, говорит, аж вздрогнул. Я сразу на него взглянул, и он еще раз вилку повернул. Ого! Так у него степень-то тридцать третья, последняя. А у меня только пятая. Я сразу склонил голову, готов слушаться. Убить или помиловать? Что скажешь? Он ложку повернул в другую сторону. С этим у нас хорошее отношение. Он ложкой крутит на столе, а сам отвернулся, он уже, видишь, где ложка-то? Вот как дело-то. А то Путин сказал, что он тоже самый. Как бы он попал туда? Так что наше дело, я его слушаю и одновременно молюсь. Вот это единственное, самое достоверное положение. приносящее плоды. Я все время молюсь, все время, не перестанно молитесь. Разговариваю, вижу, не все вижу, но я знаю, Господи, это от Тебя. И главное, для меня в молитве очень важно, да будет воля Твоя. Хлеб наш насущный, а он не дает воля такая его. Я под волю это приношу. Избави нас от лукавого, да будет воля Твоя. Избавит или не избавит, это от Бога зависит. Я просил, трижды Павел говорит, а Бог сказал, довольна благодатью моей. Ты слишком много получил, вот это я выравниваю, а это жало вплоть сатаны. Надо научиться говорить это, да будет воля Твоя и молитва оптинских старств. Что бы мне ни встретилось, благодарю Тебя. Какое бы ни было известие, благодарю Тебя, я с расположением принимать должен. Да будет воля Твоя, это надо высветить жирным, другим светом ярким, бьющим, чтобы как на дорогах знаки светились. Что бы ни было, я просил, так а что Бог не ответил, да именно ответил, он не дал. Не дал это его воля. И теперь к этому я направляю все. Так а может еще будете, зачем искушать Бога? Я молился, я продолжаю молиться, и Господи, дай мне добрый слух, чтобы дважды услышать сказанное однажды. Вот это жить в контакте с Богом. люди-то этого не понимают, он думает, вчера звонят, там один, другой мне, я уже еду в дороге, еще звонят, у нас там он заболел, там из разных, даже из стран, молиться-то. Но я молюсь, вы знаете об этом, как? Чтобы обязательно вы встали на молитву. Сто поклонов, три святоя, и да будет воля твоя, но мы знаем об этом, ну давайте молиться. У нее белокровие, там сколько лет она страдает, а звонит священник, я это тоже уже знаю, уже знаю, и я молюсь об этом, а уже как Богу угодно. И я равной степени должен быть Богу благодарен за то, что она болеет, за то, что этого товарища Сергия Дудина зарезали, я за все должен благодарить Бога, за все. А Евг сказал, неужели за доброе будем, благодарить тебя за злое не будем? Ты как одна из безумных жене сказал, прокляни Бога и умри. И проклинать и благословлять, даже не по-нашему. Телефон. Слава Иисусу Христу. Ничего нету? Ну тогда не забудь сегодня почту-то отправишь, да? Ну с Богом, ладно. Давай, тут разговор идет. Это сестра Татьяна Капустина, старшая сестра. Мы вчера тут молились, полный канон Андрея Критского. У нас на три ступени считается. Просительное, благодарственное словословие. Чудо Божие. Это Бог надо умел написать. Я переписал его то же самое, все поклоны, ничего не меняю, перевод не делаю, просто несколько моментов. Я показывал, как на форуме стоит первая строчка, и как у нас идет моление, это не в этот год было. Можете посмотреть. Я сейчас слушал за прошлый год, как вы рассказываете о каноне, что откуда взялся канон Андрея Критского, о пакаянный канон. Да. И даже не знают священники, архиереи не знают. Понимаете? Ну, архиерея учился. Я учил теорему Пифагора. Я еще могу рассказать. Но формулы Герона, это математик не скажет. Я математику любил. Я говорю, ты учился в школе? Что из этого? Ничего нет. Я учился техникум. Изучал те, вот эти машины, строители. Я ничего не знаю, сопромат не знаю. Мне потребовалось только ложить кирпичи и опечник. Ну, общее образование, да, это развитие дает. Ты что кончал? Да я такой, а чем занимаешься? Огурсы выращиваю. Ну, ты же 6 лет учился и огурсы выращиваешь. Это специальность, моя агроном. А другой тоже кончал, только рыбородзаводцы. Ему одни рыбы нужны. Он кандидатскую защитил. Почему? Клещ съедает чешую карася. Я говорю, и как? Весь карась подох. Клещ там жует карася. А он защищает кандидатскую. Узнает и следует под микроскоп и ни одного карася не мог спасти. Вот наше знание. Так что мы многое знаем, а для применения нужно совсем немного. А в Библии мне требуется все от корки до корки. Ежедневно. Вот сегодня считали Серахова и подзабытое. Володя считает. Я говорю, подожди, ты еще считаешь. 43-я там какая? 47-я глава. Дабы в точности исполнять закон. 42-я. 42-я. А меня за это гвоздят, когда я привожу Иисуса Новина 1-я глава и 8-й стих. Да не отходит книга сия от уст твоих. То есть слух считай. Не от глаз, но от уст. Что я говорил, вот как глухонемые говорят, разговаривай вот так, как о ларта машут. И так он написан у Серахова. Дабы в точности выполнить предписание Божье. А, вы буквоеды, фарисей. Принимаю, такое и есть. Но напротив фарисея только садуке остался. Вам одна ищейка осталась. Я в магазине с одним разговаривал, он бывший член нашей общины. Ох, Игнатий, ну вы законник. Игорь, я ухватился за слово. Ты уверен, что я законник? Да какому это неизвестно? Так, с сегодняшнего дня ты меня зови не по отчеству, а законник. Не Игнатий Тихонич, а Игнатий законник. Договорились? Он так смотрит на меня. Но напротив законника только беззаконник. Другого нету, разно. Вот ты вкладываешь отрицательный смысл. Но Павел, говорит, передает привет Зине законнику. И законник старство небесно подобно законнику, который выносит и старое и новое. Зачем он научился до обращения, после обращения. Но напротив беззаконник. Отныне я буду везде при людях называть тебя Игорь беззаконник добавлять. Попятился. А другого нету. Ты сам назначил так. Для меня. Но ты законником будешь? Я буду называть законник. А ты отступник от Бога. Но я не хочу тебя другим именем называть, кроме того, что ты сам на себя взял. Ты беззаконник? Потому что меня клеймишь словом законник. Я принял. Я приму, что вы сказали. Тут надо еще далеко-то не идти. Прислушаться, что твой оппонент говорит. И на то, что он говорит, найти ответ в священном писании. А вот тут-то надо покрутить шариками. Если Господь многословит говорить вот с этим Александром, слушайте внимательно. если он будет проводить места писания, вы как ведущий заранее ему скажите. Скажите, я ведущий, и поэтому любого могу прервать в любой момент. Но твое время на этом не оканчивается, ты продолжишь. Говорить равное время, примерно. И вы очень будьте таким руководителем строгим. Если он привел место писания, а вы засомневаетесь, что правильно он толкует, вы сразу так, Александр, минутку, давай переспросим вашего оппонента, или оппонента, а собеседника, так ли понимается. И спросим, а святые отцы как понимают? И какое место писания в Святой Библии подтверждает, что ты правильно понимаешь? Одним местом писания не делается. Должно быть два или три свидетеля. Они не миссионеры. Вот в прошлый раз, когда беседовали с ним, это никакой не миссионер. Какой он? Когда невыдержанный, обзываться начинает. Это не миссионер. Миссионер должен железные нервы иметь, как струны натянутые. Там как вспышка у него должна быть. Он должен найти этот момент и понять. Вот здесь я ввожу в этот пролом, проломлю и все. Враг только пятится может, выбрасывает белый флаг. У него нет другого выхода. Он трепещет уже в окопах. Я миссионер. Я выполняю миссии Христа. Борьба идет с дьяволом и с человеком. И я должен выйти победителем с дьяволом и с человеком. Человек может не согласиться, я его не стараюсь подавить, но я его должен показать. Вот здесь тебя дьявол поймал, надо вывести тебя. Я бросаю ему канат в пропасть. Хватайся, пока не поздно. Я каждую беседу, а это не беседа одна, если сотни городов позади, 50 лет жизни, я стараюсь заново просматривать. Записываемся. Раньше у меня жена конспектировала. И переходя домой, мы собираемся и внимательно заново просматриваем всю беседу. Где более сильное место могло быть взято? какой оппонент привел место, которое я не взял? И оно действительно показывает, что мы не правы. Это разбор идет, разбор на несколько дней затянет, а они ничего не знают, они теряют, что говорил, поэтому нет обращения. Вот так делал отец Геннадий Фаст, к которому обратились. Это единственный путь. Я сегодня... Есть женщина, она одна там из бывших баптистов. Тоже хочет побеседовать с вами. А я ее не знаю? Нет. Ну, пускай придет. Но она вас знает. Вчера, который в Ростове-на-Дону получил книги, он просил в двух экземплярах Новый Завет, симфонию неканоническую, для Слова Божия не от уст и к истинному православию. И все дошло. Ну, я их теперь стал просить сфотографироваться. Это вот сильно понравилось, как Давыдкин-то сделал. И тот все прислал. Да для нас, говорит, какая радость. А вчера вдруг с Ненецкого, Ямала-Ненецкого округа запросили книги. Оттуда еще не было. А что ролики? Ролики, ну и все остальное. Люди слышат, видят. У меня, если Господь благословит, только на один год. Ну, если мы съездим, на один год остается. Дальше работа будет по мелочи. Да будет ли она еще? Все, запас кончился. Теперь нужно найти, переиздать стихи, если кто-то найдется средства. Ну, пока они копейки. Так вот. А у меня вот, у меня вот желание такое вот найти на трехтомнике, на спонсора, трехтомники издать. Так он у нас еще есть. Есть еще, да? Да, есть еще. Он переиздан был. Это второе издание идет. Первое было тысяча, все у меня по тысяче. А второе две тысячи. А вот к истинному православию три тысячи. Тысяча переизданная. Для слова Божия нет уз. Трехтомник, он везде. Вот у меня был, он делался не другом. Это Нафанаил, отец Нафанаил. Но я думал, не так. Ходил один на занятия и все записывал. В то время были кассетки такие, мы называли сухари. Вот такие. И он записывал все занятия в университете. Пишет они вопросов, ничего не задает. Вот он просто как профессор в Монте-Карло. Записывал, записывал, а потом говорит, я уже ходить не буду, что-то у него там есть. Но я записал две коробки вот таких вот. И принес мне, даром отдал. И тогда мне стали просить теперь оттуда, а как мы, у меня вот здесь магнитофон есть, ногой останавливать эту кнопку нажимать. Ногой веревочкой даром, она нажмет на кнопку-то. Я многое переписал, 123 беседы только потеряет, они опубликованы в книгах, а это нет. Я говорю, тогда это получится несколько того, как я растолковываю, даю писание на занятиях. А этот потесно понаил-то судника, потесно понаил и романах-то. А он говорит, нет, не так. Надо отдельно издать новый завет с толкованием и с комментариями. А это одна из книг, она среди прочих будет просто теряться. Ну, тогда я подумал, думаю, он прав. Ну и дальше, какого цвета, какой крест, это он все делал. И где бы я ни говорил, я это подчеркиваю и благодарен ему. Он сделался в девятнадцатом томе вот, исследует там сознание, руководители, там все. Он не ожидал, что я его материал выставлю в интернет и выставлю в книге. Я выставил это все. Он не друг. Теперь уехал в Казахстан. Но, в моих словах, он всегда будет тем, кого да благословит Бог. Он меня многому научил в интернете работать на компьютере. Он у меня спал, вот я на втором этаже, вот здесь вот, на давлой. Инатихич, а лет-то сколько уже прошло, как вы разошлись-то? Сколько лет-то уже прошло? Ну, сколько-то сказать, надо там посмотреть, какое. Я даже не могу сказать. Только мы что-ли 7. Не примиритесь вы, да? Как примириться-то? Его брех нету даже никак. Я знаю, на чем расход. Он дальше сознался, что он просто был сюда чуть ли не заслан. И он только, я, говорит, имел уникальную возможность наблюдать общину изнутри. Он нигде не говорит ни о Боге, о Духе Святом, ничего нет. Наблюдение. И все записывал, фиксировал. Он пацаной утка был. Он его не скрывает, он прямо пишет об этом. Там никакой веры нет. Но побудил-то я его к этому я. Почему? Он вел верстку до 8-го тома. А их-то 30 томов-то. Так после этого я еще переиздавал, уже без него. Но верстать-то и проще. Он меня научил-то. У него были чудовищные соны. Я больше в жизни не видал, чтобы столько спали. Вот мы вместе ложимся, но у меня закон такой, кто у меня в это время живет, вставать вовремя. Вот у меня жили девчонки, племянница, еще одна девушка жила. А нет, на этажах. Комната, даже одна комната была, совершенно одна комната. Она, ее там подожгли, сгорело-то. Учатся в институте, там в училище. Заранее договариваемся вставать на молитву вместе. Она говорит, у меня голова болит. Ну, ложись, спи. Голова болит, удар когда-то у нее был. Но на молитву вместе, а я не могу. Ну, значит, жили в другом месте. Все на молитву. А после этого, помолились когда, она еще ложится, до школы поспит, только успеть позавтракать. Это разрешается. Но этот-то здоровый, крепкий, иеромонах, ни семи, никого нету. Он днем ложится, часа на два. И вот мы встанем, он ложится, иногда еще на четыре часа. И даже друг какой-то, приедет его друг, он подушку на голову, вот как наушник положит, из-под батушки не вылезет. Ну, какой это монах? Арсений Великий говорит, для монаха одного часа достаточно. Ну, не достаточно, два-три возьми, но за три часа выходить, это уже ты из монашескогощина выходишь. Чудовищный сон был. В деревне когда были, опять на фанаил исчез, где его надо искать. А у меня есть где-то у голубей, там специально спальня в отдельном помещении сделала, где-то его найти, он уже завалился. Солнце, все работают на покосе, он никому не пойдет работать. Нет, он спать ляжет. А рост метр восемьдесят пять, здоровый, он, ну, сухой такой. Ни в чем не будет слушаться. Вот осень наступила, а он бегает утрами. Трехо, и пошел бежать. Ну, никто же не знает, что он монах-то. Я говорю, воздух холодный, а уже иний, уже лед покрывает это. Не бегай сейчас. А у него было что-то с легкими. Не бегай. Ты дышишь. Должна быть щадящая гимнастика. Ну, постой там руками, понаклоняйся. Но самое главное гимнастика поклоны земные-то. Не тут-то было. На поклоны его нету. Он побежал. Приходит, кхе, кхе, на фанаил. Это уже признак. Не ходи, не бегай больше. Ну, днем, когда солнце уже пригреет, чтобы положительная была температура, то после ночи легкие, в другом положении. Никогда не послушается. Побежал. И теперь он целый год, ха, ха, это уже от туберкулеза идет. Он отмахивается, как от назойливой мухи от меня. Он был здесь духовником черной сотни. Там книги, какие мне нравятся, сжигали, вот как книги Осипова и прочее. Он здесь заговорил, он сидел, только молчал, но где-то он и говорил. И вот когда восьмой том, седьмой, восьмой, это два тома у меня, где я разбираю двенадцать книг Дмитрия Ростовского о свете Библии, жития святых. Этого никто никогда не делал и не сделает. Для этого надо иметь в себе эту смесь, которую Андрей Кураев говорит. И знать Писание, и привержен событий канонов и житий святых. Я во свете Библии разбираю два тома, четыреста вопросов. А там я даже не знаю, четыреста или четыреста, больше вопросов. И он был у меня корректором. Ну по неволе он ищет, да не корректором был этим. ну верстку, верстку вел где-то. И там все про монахов. И в этом свете он увидел, что он никто, ни монах, ни спортсмен, ни проповедник, никто. Он защитил Грецию, там уезжал, то в горы где-то. Но тут его так задело, и вот к восьмому тому, вы посмотрите предисловие, он написал, это уже расставание было. И я это поместил, он не ожидал никак. такое отрицательное против меня. И я его поместил. Но это не все. Когда кончилась верстка, не хватало чего-то, я совсем еще не знал. И как раз это была предпасхальная неделя. Страстная неделя. И к этому, к нему там, где он работает, у одного, в магазине, туда стали приходить два члена нашей общины. И они что-то там просят помощи у него. Там, ну прям незначительные, то ли молитвы на русском языке, и неплохое просят, или Акафис какой-то. У меня все горит, меня типография поджимает. Книги требуют, они не закончены, я не могу отдать. У меня еще корректор должен прокорректировать книги, просмотреть хотя бы один раз-то. А они к нему лезут. Это меня совершенно выбило. У них никакой заботы нет. Оторжите на недели-две, ну куда денется этот, отпечатать. Ну, не по интернету, а на компьютере, он им там помогал. Я звоню, пожалуйста, отойдите от него. Он должен закончить верстку. Я в это время, рассказал слова, с которыми связано, может быть, другое все. Я говорю, если вы не уйдете, то ли мне помолиться уже, чтобы вас Бог отвел. Я не молился об этом, ничего нету. Но этого достаточно. Оказалось, как будто три головы одним ударом были снесены. Те ушли, сделали с лютыми врагами, и он ушел. Вот это меня сильно испугало. Я теперь пошел и говорю, я не молился об этом, я не говорил этого, я просто сказал, неужели мне помолиться? Слово неужели означает предположение всего лишь только, чтобы вы отстали от него. А он вступился в эти акапицы, там в этом, сразу мгновенно три головы снесены были. И мне пришлось самому все дальше делать. Ну, я-то уже был научен где-то. И в это время он стал писать курсовые работы, он в Алтайском государственном университете или чего-то поступил, чтобы где-то преподавать, или что-то. И на теологическом, конечно, он дает экзамен, у него какое-то образование было, но я не знаю, что он делает. И он пишет курсовую против нас. 19 том, он у вас есть, зайдите, посмотрите. Я курсовую полностью рассматриваю. Там много места ей. Он рассматривает на тоталитарность, на подавление сознания, руковожу я сознанием людей. Он такую бредню несет. Их берет там для рассмотрения все английские какие-то авторы. Ни Библии, ни Бога, ничего его внимания не берет. Если люди где-то обратились, это благодаря тому, что я у них сознание отобрал, заставил. То есть, совершенно сумасшедший. И что он здесь был, он ничего не вспоминает. И говорит такие факты. Допустим, была Иннокиня, она приняла крещение, а ее исключили, потому что она не хотела подчиняться правилам. Но он не говорит, что я был в деревне, а дальше не говорит, что я сказал рассмотреть ее вопрос сами. И он, член церковно-приходского совета, он и решал об исключении. Ну, то есть, а не допуске ее. Он. Он-то это скрывает. Он сваливает на меня, а сам он на собрании ее как раз и говорил ей. Или ты соблюдаешь все правила, или мы не можем тебя членом считать. Она, когда хочу, приду, когда не приду. То есть, вольным казаком, вольным слушателем у нас такого, ну, нету такого статуса. Но главное, это он. И он крутит, вертит под тоталитарную секту и, наконец, выводит. Тоталитарная секта полностью подходит. Это монастыри православия. Монастыри. А община, где Лапкин, крестовозвиженская, а она нет. Она там где-то, ну, там, другие названия подставляет. То есть, а теперь на него уже ссылаться можно свободно. Он исследовал, как специалист. И он специалист самый настоящий-то. И он ничего не нашел, никакой тоталитарности, ничего нет. Нет. Ну, он имеет авторитет. Лапкин. Ну, а как не иметь авторитет? Это и понятно. Даже самый, у нас есть враг такой, он, слово не может сказать хорошее, но, конечно, собрать общину и чтобы все вот так были, это, 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 не знаю, что сказать. Это очень непросто. Конечно, непросто. Ты в семье порядок не можешь навести. Ты бабу свою не можешь поднять на молитву, а мне не приходится поднимать. У меня окно уже горит. Она утром уже на молитве стоит. В 4.40. Вы даже половинки своей ума не можете дать. Они говорят про детей. Дети хулиганьо растут. Ты смотри в Писание. Собрать общину. Ее собирать не в общину. В общину, а ее еще нету. И все это с нуля. Я на чужом основании никогда не строил. Не так, чтобы прийти в другую общину, там, которого руководитель повалить его. У меня нет этого. Я везде на новинке. Если вот вы просчитали про канон Андрея Критского, и там я на три ступени возвожу, и почему он написал канон, то этого никто не говорит нигде. Нету, нету. Вы можете зайти в интернет, нет этого. У меня конкурентов нет. А почему? Хорошо или плохо, я один. Первый парень говорит на деревне, а в деревне дом один. У меня не с кем соревноваться-то. Если я издаю Новый Завет с комментариями и с выделением мест Нового Завета, нет такого нигде. И не худо-бедно за 900 лет. За 900 лет никто этого не придумал. А я не думал, мне Бог освящает и показывает необходимо. Тот канон покаянно написан для оглашенных. А мы в церкви верные молимся. А для верных ни одного запева нету даже. И когда задаю вопрос и показываю, за все время еще ни один священник, ни один епископ мне не воспрекословил. Ни одного слова. Почему? Железные доводы. Железобетонная бумажка. Как профессор говорил Преображенский в собачьем сердце. Дай такую бумажку. Вот такая бумажка и есть. Или вот это канон Андрея Криско 1200 лет. И никто не поселил. А как вы додумались? А я не думал. Я еще повторяю. У меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. И все черновики целы и ни одной поправки нету. Я на 6 стуле писал. Это не может быть. Как они? А это гордость. Ничего я этого не знаю. Я делаю другое дело. Мне печь чистить надо. Вчера Володя у меня внутри а я по крышам по крышам залез и сверху прощищаю на веревке грузы ерш называется. Мне некогда этим заниматься и глупостями вашими. Гордость гордыня прелесть пропрели уже с прелестью со своей. Нет этого и никто этого не скажет. А в чем это выражается? Вы на деле покажите, где я кого-то не принял. Оно обязательно должно подтверждение. Я обжор, значит, как у крылов. Мне надо 6 блюд. До дома еще стерляжья уха. Но у меня нет этого. Я вместе со всеми питаюсь. Такая же картошка нечищенная. Вы подыскивайтесь. Вы сами узнаете про меня я вам скажу мои недостатки. Я их лучше знаю. Но вы не обращайтесь, я не вылажу поэтому. У меня есть главный недостаток молодушие. Я боюсь обидеть товарища, пьящись перед ним, сохраняя его. Молодушие мое. Это у вас молодушие? Да какое молодушие? У вас тут как биспорг железная рука, там еще не говорят. Это ваше слово. Вы просто не знаете. Наш архиерей когда приехал первый раз думал как я буду с Игнатием ладить. Он кое-что уже читал, смотрел. А приехал я стал смотреть это он или не он. Совершенно другой человек. Сколько ласки, сколько внимания. Везде нет ничего этого. Мне Павла говорили в писаниях он строг, а в личном присутствии вещь его незначительная. Во мне это отобразилось. Да я когда пишу письмо или говорю я по канонам говорю, по писанию. Это строго выглядит. вот усыпились за бороду да не я усыпился а вы я вообще могу мне прикасаться это вы засыпились за нее и бреете и бреете это вы всыпились в нее скопить их каждый день. Я твои слова к тебе когда верну и ты их самых не узнаешь ты просто говоришь не обдумывая. Вот дело какое. Мы начали говорить о миссионерстве а сегодня миссионер миссионер я беседую ничего нет миссионерского. Больше всего подходит это к тем которые познали там ту сторону и оттуда пришли допустим адвентистов адвентистов но их православие так и зажали они и заржавили и оттуда приходящих миссионеров я не знаю они под страхом все миссионер должен быть абсолютно безразличный что о нем скажут что говорит оппонент поносит его его это не касается у него одна задача быть верным Богу выполнить его миссии от слова миссии миссионер у меня миссия я должен днем и ночью идти к тому куда меня послали мне сказали ледокол щелюсти раздавлен и там люди на льдине у меня нет другой цели как только найти людей и вывести оттуда из льдины вот тут водопьянов и шкалов сгодятся люди не понимают даже сами себя а это главное познай самого себя Господь через Павла говорит исследуйте самих себе верили вы верили вы я заполнил анкету на Англию сейчас переправляет ее а сколько потратите в Англии я пишу нового не копейки ну как так вы же едете хоть один день то будете меня кормят и поят я в друзьях не буду же картошку там сам вытаскивать вот мы были где в шахтах мы сами готовили ни копейки нету утром мы чистим картошку завариваем ну хозяйка бывает иногда но только с моего разрешения я сказал они берут она угощает моих товарищей они говорят а мы без старшего не можем она говорит ой-ой-ой опять ко мне идет Игнатий разрешите я вот сварила там суп там рыбный да остается ну разрешите там еще что-то я не запрещал Даша говорит можно можно она радостная бежит Игнатий разрешил понимаете как она поняла что такое дисциплина мы договорились чтобы не были отравлены чтобы мы не были в тягость никому а у нас с тобой продуктов там разных разных до десяти может и вермишели уезжаем и все хозяевам скатываем отдаем мы в тягость никому не были никогда а вы хвалитесь еще нельзя сказать скажу еще я говорю я встал 4.40 а вы хвалитесь но я теперь скажу я не вставал сутки лежал вам нравится это? ну просто на ваши слова я обращать не могу внимания вы говорите слова без смысла это считайте 39 главу Иова миссионеры если ты миссионер ты на коленях должен проводить главное время на коленях а мы были там сказали вы видите мы беседуем с сектантами с жующими как на одном вопросе они сразу срезались на другом ты должен быть рожден свыше это первое ты должен в один быть духом божьим второе вот два вопроса и Библия и Христос два слова они даже все у тебя проникнут во все поры ты должен видеть намного дальше чем они вопросом задают что за этим вопросом кроется тебе спать не придется ты должен тренировать память свою а как память тренируется на молитве места писания молиться местами писания как Давид Господи восстали враги они ищут тебя цитируют священное писание Павел говорит это а вы не можете молиться то не умеете на молитве ты должен забыть очень многое и многое припомнить которые люди бывают рядом так выходит я и не молился еще это ты сам решай решай Библию и начинает исследовать но я вижу как вот наши собирается всю зиму в трех местах ни одного нового человека ни одного нет они свои а как же у вас приходили полные залы везде в аудитории там 700 человек это конференц-зал Бог делает вы убедитесь Бог делает но и на каждое занятие я приходил с огромным рюкзаком потом 2-3 брата несут для записей я достаю бумагу в типографии отходы дома я их сшиваю дома я их обрезаю обрезали у меня-то белыми там страниц по 500 большие крупные тетради и все низу университета раздаю целые библиотеки создал пока там был а вы с чем придете да и своя комната должна быть открыта у которой собирается я говорю вы соседи да нет я не могу соседей пригласить понимаете тут ну не можете вы а у меня чтобы не было сомнений я ключ вообще спрятал в квартире ключ и без ключа открыто день и ночь я ложусь спать так но у меня собака уходя с собакой я в уголовном родстве занимался ко мне приходят бомжи ночевали дома вообще даже придумать нельзя говорят а фонарить надо на разных этапах по-разному менять надо себя у меня равных этапов нету сегодня так завтра иначе я резко меняю иногда не забывая то что там было обстановка изменилась готовил свержение существующего строя Адольф Шикольгрубер а у него помощник был Рэм и он на этом зациклился когда они первый раз неудачно пущ подняли и он решил законным путем ни как Ленин ни как Сталин голосованием набирая голоса а тот на одном месте стоит на революции он говорит ты мастодонт динозавр застыл на одном месте тактика меняется и поэтому успех будет вчера мы говорили так сегодня мы не бросая то показываем а почему изменилось другой епископ сейчас спрашивают день деревни будет а вы будете поглашать нет не будем каждый год приглашали они презирают зачем у них только одно нас подмять но это им не удастся мы никогда патриархийными не будем никогда они даже это принять как есть при том когда признавали о каноническом общении патриарх Кирилл говорит в этом многообразии в этом как раз величие православной веры никакого многообразия они только под себя и только великий господин наш я его не называю великим господин он для меня не господин патриарх я за него молюсь как за патриарха это не мой господин это ваш господин а почему а вы меня спрашиваете не по одиночке спрашиваете на собрании я уже отвечал в интернете везде почему исти вместе с ним у меня нет надежды получить спасение вот почему а это только одно место один динарий мне Бог дал на каждой людей направляете люди этого не знают и где бы я ни проповедовал всех направляю в храмы московской патриархии в храмы и они будут называть его господином для них он будет господин они для меня вы еще не расслышали я же не сказал они не могут быть господином но это во свете библии должно быть где он господин а где просто товарищ Игнат Ильич а есть такие данные вообще такая информация что когда была вообще зарегистрирована православная церковь за рубежом к организации ну да когда в какое время она была зарегистрирована зарегистрирована в органах власти ну да ну первое это Лазарь Журбенко одесский его рукоположили приезжал тут кажется Варнава тогда Камский был тогда еще по другому обстановка-то была ну и постепенно а дальше уже Валентин Русанцев Суздаля а потом наши шесть священнослужителей отошли от Феодосия Омского тут уже и мы это вы зайдите к этому к Якову Кротову священник Кротов зайдите Яков Кротов и дальше русско-зарубежная церковь там все написано подробно его этого Якова Кротова там не любят там клемят он где-то на Украине я внимательно смотрю а вы зарядите Игнатий Лапкин Яков Кротов вы увидите у него такое как страница выходит с узорщиками как на деньгах где-то а в моем представлении это хороший человек понимает и так что-то где-то ну и что православный батюшка так он другой юрисдик который вы относитесь отрицательно а это мне не касается я говорю конкретно о человеке мне так кажется это совестливый человек хороший человек да вас не поймешь а тебе зачем меня понимать ты себя не понимаешь я не согласен с тем что он где-то Филаретов поддерживает ну мое несогласие выразил меня спросили зачем бы я вылазил ему и не нужно это но ты заряди Яков Кротов Игнатий Лапкин и тебе интернет выдаст и ты увидишь какой он честный мои беседы у Деметрия Дудко за столом он их высветил отдельно взял не добавив ни одного слова это говорит о чем-то а он может быть к вам не расположен а я этого не знаю даже у меня личного общения с ним не было он мне нравится я больше скажу вот и все да помилуй этого Господь и спасет чтобы он получил царство небесное он очень активный большой умница возьми Артов Михаил он мне не друг это хорошие люди но они в другой юрисдикции да в другой они мне близки по духу они честные мы вчера проповедь как раз считали считается житие Марии египетской а у нас считается проповедь златоуста мы не затираем это житие которое совершенно не евангельское и говорит почему лицо счастливое у человека почему он радостный а я стою и улыбаюсь это про меня проповедь он говорит имейте спокойную совесть у меня нет на земле человека перед которым я бы встретился и по ним ой как я не хотел чтобы он встречался у меня нет таких людей на земле нету я виновен я попросил прощения а если он имеет на меня я снова попрошу прощения я не умышленно это сделал а может быть не сделал но он обвиняет меня мне легче сознать может быть другим намерением и проще я всегда счастливый вы мне найдите человека который совершенно разные люди в интернете впервые познакомившись они его говорят более счастливого не встречали а обо мне наш алтайский генералитет собирается первые лица и рассуждает и сами мне говорят да какой вы счастливый да вы глухой слепой там и беззубый как хотите я счастливый у меня спокойная совесть у меня нет обиженных я бы ложился и думал а кто на меня имеет если имеет это я попросил прощения а он не дает прощения это вы мне семью разрушили у меня семья такая ну он баптист а она стала православная я разрушил ну я говорил-то при тебе я не отдельно с ней не говорил я с тобой занимался а жена с кухни иногда забежит и тебя это не коснулось а дети дети пополам старшая дочь теперь матушка священнослужителей младшая дочь диакона жена диакона сын который помогает мне это Виктор вот петель вот из их семьи а он на меня обижается что разрушил семью он хотел быть пресетером у птицов но так как в семье непорядок его выше диакона не поставили это другой фронт я не перетягивал никого я просто свидетельствовал о величии православия о красоте его о целомудрии имея ввиду что не сегодняшняя а вы те самые которые первые да мы те самые я могу сказать но далеко не те по жизни может быть но у нас таких нету чтобы аборт сделало и 40 поклонов этого нету вообще у нас этого нету у нас нет аборт у нас никто пост не нарушает и никто не один никто не один ты посмотри как люди наши одеты и притом я вчера только на молитве подумал в храме и никого не заставляем вот они кого-то приводят люди наши а можно я приведу у меня сестра приехала вот Лена Политекина у меня брат приехал Максим можно для мужчины форма одна под поясок и чтобы с собой не было табачного простые условия а он слушает внимательно а у женщин по форме одеты должен быть никаких сережек ни помады бижутерии и мы ни за кем не смотрим люди сами их оденут приехали корреспондентки и тут же одна из наших сестер там где кочегарка она ее мигом переодела она одна из наших к нам приехала секретарь УВД гор УВД города Барнаула Саша Морозова и она там ездит там на снимках она такая красивая ее переодели никто не знает как будто она член нашей общины и никому не в тягость они этим фотокарточками еще хвалятся смотрите я где была как я выгляжу-то ей все говорят я никогда не думал что такая красавица нам не надо заставлять приходит и на день два платка помойник мы никому это не говорим бывает наблюдатели у нас наблюдатели поставлены чтобы не больше десяти сантиметров от пола было она не успела одернуть себя или что-то мы не смотрим даже за этим они они сами это дело любят как вы могли так зазомбировать людей-то ну вот сумели зазомбировали вы побудьте здесь представьте себе я ну у меня суд был который в Потеряевке был дружинник Геннадий Петрович подполковник милиции и всякие клеветы на нас и там пачками письма писал прокуратуру-то что Игнатий завел обмундирование ну и правда обмундирование есть это особая форма это вроде эсэсловцы какие-то а я вел занятия в летном высшем авиационном училище много лет и когда его стали расформировать по указу Бориса Николаевича Ельцина сейчас в этом здании передали милицейско-высший юридический институт какой-то там и когда его расформировали это училище мне списали многое я попросил и списали там допустим 70 кителей кителя для курсантов где-то ну мы пуговки звезды все спилили повезли сдали в прачечную все постирали и дети у меня без погонов конечно погону какой-то и он это милиционер все написал проверка пришла милиция приехали прокуратура нигде еще нет в кителях они комарами не прокусывают а ребятишка у меня как солдат из швейки на костре везде он еще не нашел и тогда назначает следователя следователь под властью своего прокурора и они начинают тормозить мешать я обратился к прокурору края это генерал-лейтенант Юрий Федорович я говорю так вот делаю ну проверил сразу следователя убрал прокурора убрал прокурора вообще убрали о так у вас лапа такая вы везде все захватили мне говорят другую назначили она психолог и она говорит мне нужно было посмотреть на ваших людей как-то я говорю у нас собрание два раза в неделю а можно мне прийти а почему нельзя можно а может я сына с собой возьму ну пацаненок лет 12 и она пришла у нас как раз какой-то день был за стол и она а может я с кем-то с людей побеседую по выбору сама посмотрю и выберу я говорю с любым ее тут обедали я тут слово сказал и она выходит только спросила а моего сына в лагерь возьмете к себе следователь который направлен против меня ничего подобного она полностью пленена как говорят зазомбировал я уже выходим а я говорю а что же посы Светлана Николаевна вы же хотели побеседовать а что беседовать одна большая дружная семья психолог одна большая дружная семья так вы зазомбировали и прокурора края я зазомбировал и мэра города а мэр города входит в десятку лучших мер в Россию входил погиб и он ко мне приезжает вот этот дом фотографии с ним и мы целуемся когда он передает вот эти два дома в которых я сейчас сижу где-то это я всех зазомбировал может быть надо проверить вас подходите ко мне ни один зомбировщик не подойдет вчера-то говорит вас используют вы прослушайте что он вчера говорит я говорю меня нельзя использовать я молюсь Богу я не достигаю бы а вы используете я не использую я Бога прошу чтобы человек познал Бога если он познал то вот Володя здесь на улице там свое мураш муравей забегает а вы давно молились а то он зомбированный зомбированный к Богу не приходят да вы слова зомби-то не знаете я говорю что манкур-то окаянное кому-то не интересно со мной а кому-то интересно хочешь быть счастливым иметь чистую совесть никому-нибудь должен паза углом не шепщи камень за пазухой не держи это песня такая поется про у нас в деревне камень за пазухой никто не держит еще бы еще бы зубы не болели и все это рай Богу вообще Бог так делает что перед Богом надо не лукавить забывая заднее простирая вперед поразит опять жевал карандаш полка карандаша отжевал котенок вот как секретарь короче Сергей Чистяков бороду стал растить а Сергей Чистяков стал бороду растить да ты что вот я опять же счастливым называют меня счастливым не просто так а я говорю какие профессора академики в интернете специалисты и все отвечают именно так вот представьте я его знать не знал Кирилл Серебряницкий посчитайте зарядите Кирилл Серебряницкий знать не знаю и вдруг он выходит на меня уже написанная статья брошюра я пленен был в Франции он из одного ну я говорю откуда вы берете то это чтоб пленен был ну да действительно Жан Габен Жан Бальжана играет действительно это потрясло меня и я обратился к Богу стал искать ближе слово Евангелие стало открытым другой пишет почему он сам на французской теме работает и поэтому он меня туда и прилепил ну там еще такого нету ну как писать ну я же писатель ну ладно другой пишет Игнатий с детства видел себя на коне в кольчугах булатный меч сражается я говорю ты откуда-то все нагреб ты ничего этого не видел не знал да я с пяти лет знал был отомстить коммунистам а он теперь меня на коня посадил я теперь уже с булатным мечом слышу как гремят там на Куликовом бою а почему а он книгу пишет такую про то сражение и меня туда и теперь у него здорово получилось я ему говорю ну это не так ну я же писатель ладно это у меня помещено даже книгу и с этого другой делает радиопередачу передача прекрасная ее на конкурс выставили по общесоюзному выступил здесь один местный ГТРК а у меня интервью брал и тоже сильно им понравился образ что я еще в детстве наконец с булатным мечом в кольчуге закованной да ничего же говорю этого не было я это уже прочитал в книге на того уже ссылается как на авторитет ой-ой-ой ничего у меня не было но отомстить я хотел да действительно это у меня было и я каюсь проси Господи я был беспощаден к себе спать на каком-то полене или только стоя как водить машину я машину водил у меня справка есть и даже все забыто ночами где с кем все узнать подкрасться у меня интересно было женщины попутно сказать мама моя там уйдут ягоды собирать клубника ее собирать по одной ягодке трудно а у нас набирали большие по 15 литров ведра и она на коромысле ягода несет и еще раз уходит и они ягоды берут ну женщин 5 ягоды берут и все и вдруг ни у кого ведер нет я всех ведра у них отнял спрятал они не видели мама встала девки ведра то куда делись все смотрят ведер нигде нету она Игнаша ты наверное приехал я из школы там это в корчине был где-то я их ведра собрал там в низинке все прикрыл и они никогда их не найдут я тренировался все время уже знал что если что-то потерялось меня искать надо если где-то в степи они что-то делали подкрасьте с ножом в зубах а Господь видишь куда повел сколько я нырял сколько по деревьям лазил прыгал тарзан сколько обрывался все тело в язвах но Господь это старое и новое навел на свое я благодарю Бога что Господь дал это а люди которые вот Ян Златоуст говорит если земля была не засеянная но она плодородная ну растет там крапива будет если крапива растет это плодородная земля она на солнечнике не будет расти когда ее распашешь она принесет плоды если Саул будучи нераспаханным приносил плоды для своего Синедриона но и обратившись он стал приносить а который был сонный Лутония у нас называют Лутония то он никакой и обратиться он тоже никакой его надо полностью переродить и поэтому когда бывает человек такой он вот видите у нас как Игорь Думунов он такой и там был воевай боевитый то он и здесь не будет в стороне сидеть вот так недавно писатель один он журналист здесь отец комсомольской правды работал в книге для слова божия нету в конце его три статьи большие он в верстах работал Макаров Сергей Сергеевич позвонил я о вас книгу пишу в Москве а что ж ты там писать то будешь а он приезжал раза три в Потеряевке был Вера и говорит Кремневый такой же брат но помягше это он все заметил что ну написал нужно сказать хорошо видно талантливо ничего не придумал не наврал я его как-то назвал журналюгой в смысле большому он говорит это у нас считается в отрицательном смысле журналюга я говорю а я то в лучшем в плане вот все записывает на магнитофон и все время пишет и магнитофон у него застыл когда мы в тюрьму шли он везде проникал там где памятник репрессированный зимой он все это написал он застыл у него в руках он тогда карандаш остановись я остановился а я впереди иду подниматься на гору где тюрьма там бывший монастырь казанский вы что сейчас сказали а что я сказал ну вы сейчас что-то сказали про репрессированных я не помню он не двигается с места повтори я должен записать вот это я понимаю журналист а то приехал Быков здесь Дмитрий Львович этот писатель ничего не записывает памятливые евреи действительно так ну написал-то столько чего не было даже совсем а меня это удивляло и нигде ничего не записывает вот из песчаников был самый продуктивный это Сахаров отец Кирилл где я говорю вот это одетый в стихарь в желтый это у него он с магнитофоном день и ночь со мной рядом был и все на карандаш записывал и на земле Алтайска это для слова Божия не тут он написал ни к этому слову нельзя придраться почему он серьезный человек и талантливый надо все записывать вот я что говорю на это можно ссылаться а что не говорил он не говорил значит нам переспросить я же не скрываю а бывает так что вы не отвечаете такого не бывало это ни худо ни бедно если я 20 лет преподаю в разных университетах и отвечаю на самые провокационные вопросы против меня и я их отвечаю и они сохранившиеся в бумажках они помещены в моих книгах так это у вас авторитета никакого не будет а он мне как раз и не нужен еще раз это доказательство отвечаю абсолютно на все вопросы ни одного не отвеченным вопроса до 20 лет это что-то стоит не зря я на то что в зале сидят у меня в зале в аудитории сотрудники КГБ представители краевой администрации кто только не ходил хорошие люди приходят они просятся к нам сюда на богослужение отпустили бороды но приходят через один я говорю у нас порядок такой если мы вам разрешили то в следующий раз проситься к нам не надо но вы уже приходите а если вы не пришли на следующее воскресенье то мы имеем право спросить вас где вы были вы скажете а я ходил в храм московской патриархии вопрос снятый вы скажете я был мусульман вопрос снятый а я ходил к баптистам к киевистам вопрос снят ты месяц не был а ходил к мусульманам где-то ты ходил я не принуждаю но если ты нигде не был мы предупредили вас еще одно замещание мы запретим к нам приходить. Какую еще свободу надо? А что это за правила такие? Ну, ты услышал? Мы к себе не тянем, не зовем. Но если к нам человек пришел, он должен быть другим. На нем ответственность. Воскресный день посвящается Богу. А они, представители, представители, как сказать, работники администрации нашего района и городской администрации, мне люди эти вот как нужны. И мы их теряем. Мы потеряли всех их. Они не стали ходить. Потом мы встречаемся. Они о нас такие положительные отзывы дают. Но у нас правила. Мы запретили приходить. И они не стали ходить. Но вы могли как-то уступить? Не могу правила. Я не имею права один отменять. А что плохого? А я поехал на дачу. Меня жена попросила. Вопрос снятый. Ну, а ты спал, телевизор смотрел. Вот это не положено. Ты уже слышал многое. Ты вдумайся, что я говорю? Я его тяну не к себе, а ко Христу. У него ответственность за воскресный день. Я же заранее предупредил. Если мы вам разрешили к нам приходить, на вас ложить соответственность. К нам попасть очень трудно. Ну, не зря, пишет Сергей, он председатель журналистов. Попасть, говорит, в отряд космонавтов легче, чем к Игнатию Лапкину. Мы никого не тянем к себе. Никого. Найдите хоть одну общую православную, где к себе бы не звали. Не только не звали, а запрещено звать. Так вы тогда будете... Да никакие мы не будем. Мы исчезающие. К нам приходит тот, который просится. Мы его проверяем, и тогда он ходит, просится. Да еще в писанном виде писать заявление. У вас правила такие жестокие. Как исчезающие. Можно сказать, у вас уже нет отростков. Мы по всему миру имеем людей, которые это слышат и видят. Я еще раз говорю, мы не ищем своего. Мы ищем людей для Господа. А я буду ходить к вам, мне многое нравится, а я баптист. Да вопросов нет, и будь баптистом. Но если у тебя возникают вопросы, я тебе даже ни одного вопроса не задал. Ты сам на меня вышел. Я тебе отвечу. Так я увидел, что у нас неправильно. Но это твой вопрос. Но в следующий раз прийти с пресс-фитером, если ты сомневаешься. Один больше не приходи. Сомнение возникло, приходи не один. Более сильного брата возьми, чтобы мы не совратили тебя. Понимаете? Мы настолько открыты, настолько прозрачны, настолько бесхитростны, что мы должны исчезнуть в тот же день. И вы никогда не отомщали за себя. А как я христианин? А как же судили с ними? А он не против меня. Он против общины, против веры, против деловой репутации. Они поставили задачу снять нас с регистрации, уничтожить детский лагерь. Я обязан встать во всеоружие. И это я и сделал. Я начальник, организатор детского лагеря. Своё дечище на растерзание не отдам. И был подан. Я попросил изменения, сатисфакции называется. Ответ был отрицательный. Я подал в суд. А какие? Это ГТРК, это администрация, это университет, ЭВНЗР, еврейская организация. И все были разгромлены полностью. На их стороне ничего не было, кроме лжи и желания нас уничтожить. И я обязан был восстать. Обязан. У меня право есть, это право гарантированное мне канонами церкви. Я могу судиться даже с епископом, если он у меня что-то отнял. Но только после церковного суда. Они ничего не знают, и поэтому их слова не имеют веса. У них желание меня покорить. Я тоже не против. Но это делается на открытом полигоне. Выходите. Я вас вызываю, вас нету. Я вызываю вас. Вот патриархия, мои книги. Я говорю, в Синоде организуйте какие-то там сенсорские комитеты. Возьмите туда Дворкина. А и вот этот Максим-то Степаненко-то исследовал, написал. Уже он открыто выставил. В трудах Игнатия Лапкина нет ничего ни сектантского, ни еретического. А я сейчас гляжу, Сергий Дудин проводит занятие, и моя трехтомник в руках у него перед народом. Трехтомник. Я гляжу, я говорю, может, не мой, закладка появится, гляжу, желтая закладка на первый том. Ну, нравится, пожалуйста. я ухожу, оставляя след. След. Вот я, который оформляет нам здесь по визе работает, я без награды не оставлю, сказал. Вот этого были, который наушники сделал, я пришел, уже когда получать, уже с награды. Я ухожу, оставляя глубокий след. Я его буду вести за собою. И иногда мне эти люди звонят. Один из примеров я рассказывал, когда была тема, и городская администрация собрала всех религиозных деятелей, там, профессорский состав, университеты, и об экстремизме. Тогда что-то сильно так трясло. Взрывы в метро и прочее. Ну, я получаю приглашение, ко мне на дом приехали из городской администрации. А передо мной, я уже знаю, что сказать, а передо мной выступил один профессор завкафедры Сорокин, кажется, Виталий Сергеевич или как он, Виталий помню звать, Сорокин точно, доктор юридических наук. Он выходит, говорит то, что мне говорить надо-то. Я вышел, только на него стал ссылаться. А приедомо я сразу позвонил главному редактору Клименко в университете. Я говорю, а кто это такой, этот профессор-то? О, он еще такой, он пишет книги там про элиту алтайскую, какие были, ну, исторические где-то. Я посмотрел действительно так, а на него нельзя быть. Он дал телефон, я позвонил. Я позвонил и говорю, скажите, а вот вы выступали, как вы могли так сказать? А у меня 16 томов открытым оком, это зря разве? Он, оказывается, приходит в магазин, покупает мои все книги, профессор. И он сказал, верующий не может быть не экстремистом. А я это и хотел сказать. Экстремизм это человек, который до совершенства доводит любое дело, которое ему поручено. А в него вложили самый отрицательный смысл. Это слово надо освободить от наслоения. И он это все говорит, что от меня принял. Я даже не знаю, что мои книги там работают в этом профессоре. А он, может быть, не будет... Не знаю. Выходит, сейчас недавно священник один, он мне не друг, но и не враг, но был на стороне врагов. Выступал против меня в суде. Ну, против и меня, которые женщину обижали, я на стороне был представитель, как адвокат. А теперь говорит, и это же говорит, Игнатий Лапкин, на меня ссылается в положительном смысле. А другой совсем никакой. Да вы все годы для нас были светильником, мы на вас ориентир держали. Понятия не имею. Значит, работа где-то идет, у нас есть приверженцы, близкие нам. Но мы никого не звали, не знаем. Так никто не работает. Задача приобрести и притянуть к себе. Мы этого не делаем. Вот мне звонят с разных сторон, и вот я понял, десятину надо платить, я не хочу быть вором Божьим. А куда эту десятину платить? А одну десятину священству? Ну, я хотел бы вам, я сказал священнику, где вы исповедуетесь. А я к вам буду ездить на исповедь к священнику. Вот тогда разговор другой будет. Сейчас пока отнесите вашему священнику. А я хотел вам, это другая десятина, вторая и третья, Тавита 1.8. Можете давать пять десятин, это ваше дело, это я приму. Но я не приму тогда, когда вы десятину уже посвятили для священнослужителей, где причащаетесь. Еще я сказал не так. Вот вопрос такой, а может быть, может быть верующий человек без фанатизма, может быть вообще пламенная вера без фанатизма, точнее сказать, может быть истинный, православный, то есть, ну, фанатик, не фанатиком, своей верой. Ленин в 18-м году, когда обыск произошел в квартире Ульянова, то один из тех, кто охранял, жандарм спрашивает, спрашивает, а вот говорят, фанатик там на Владимира Ильича, а что это такое? И Мария Иринична, сестра его объясняет, человек, готовый умереть за свою идею, фанатом-смертник. Вот эти подрывают себя шахидки, это смертницы. ты хочешь быть совершенным, будь фанатиком, в самой последней степени. Я готов умереть за Христа, для меня жизнь Христос, и смерть за Христа, приобретение, не может. Дух Святой не позволит этого быть. Но у людей сегодня фанатик, это слепой фанатик, он не понимает, он бьется, его не переубедить. Почему? Да вот, никогда не приносите покаяния на меня, вы просто не знаете меня. Я очень часто прошу прощения. Я вчера только просил прощения. Ну, в делах житейских. Я попросил брата, там просят, сестра Татьяна книги отсылает, а книг дома нет, ей надо завести книги, чтобы она из дома убрала и шла на почту. Когда неполным комплектом так. Ну и поэтому я подошел к Игору Дубунову и говорю, надо отвезти. Вот мы набрали пять пачек, трехтомник, для слова Божия нет уз, и к истинному православию. Ну, надо отвезти, а в каждой пачке восемь, она надолго хватит ей. Больше ничего не сказал, он согласился. А потом я говорю, Володя, он туда едет, нам пешком идти далековато, поедем с ним вместе. Потому что вчера мы у Голубей чистили, печку почистили. Но ему не сказали, хотел сказать, а он в это время уже там в храме готовится, проверяет там канун, по кануну. Он ведущий был, считающий. И он потом мне выговаривает, ну, мы могли мне сказать сразу, то я машину бы рядом поставил, но она на 25 метров подстоит. Но я не сказал, ну, проси, брат. И он успокоился. Я не сказал, но я хотел сказать, но ты был недосягаемый, ты был в храме, а там разговаривать нельзя у нас, у нас нельзя говорить. Тем более, ты готовился, тебя нельзя отвлекать было. Ты вместо священника был. Ну, как вместо, то есть считал. Вот щтец. Вот и все. Я принес покаяние. Виноват, да я виноват. Да это пустяки. На пустяках строится большее. Кто не экономит копейку, может рубли не накопить. Вот так. Он может быть, но только это ни горячий, ни холодный, теплый. А теплый уподобляется блевотине. Изо рта, изверх у тебя, из уст моих. Я это сказал, сидит президиум, я говорю, вот сейчас выходил, Виталий, я забыл, как Николаевич или Сергеевич, он, я говорю, сказал об этом, что мы экстремисты. Я фанатик. Я экстремист последней степени. И показал Библию. Я экстремист. Здесь Библия так меня сфотографировали. За кафедрой, где я стою, снимок этот везде идет. Я экстремист подписан. Я говорю, а кто не экстремист, а президиум, вот здесь я говорю, это блевотина перед Богом. Почему? Изверну тебя из уст моих. Представь себе, президиум, при всем собрании я их назвал блевотиной. И никто не обиделся. Почему? А я сразу закрепил местом писания. Откровение, Яна Богослова, такое-то место. Я не могу соглашаться с шарлатаном, если я искусственный врач, который делает там какие-то примочки, настойки, совершенно даже диагностики никакой не произвел. И он никого не вылечит. Ветеринар. Я могу ли с ним соглашаться? Нет, конечно. Так и здесь. Если я знаю, в этом деле я профессор, почему я должен соглашаться с неофитом, который еще Библии прочитал? Тем более пропитанный сектантскими своими измышлениями, я просто обязан это сказать, сделать. Обязан. А не то, что я нетерпимый чужому мнению. Ничуть не бывало это. Прежде чем разговаривать с кем-то, я все чужие мнения, их литературу всю пересчитал. Сколько есть. Регулярно считаю их журналы, книги. Баптистские, адвентистские, яговистские. У меня яговистские литературы, маленькие там, ну, башня, там, страж башни-то. И я в общине раздаю их, считая яговистскую литературу. А то вообще в уме или нет-то? А то я так уверен, нужно. Ну, какой еще? Кто желает к адвентистам? Идите к адвентистам, только не один. В воскресенье. Такой свободы, как у нас, я не видал нигде. В храмы московской патриархии, католикам идут, мусульманам. Мы никому не запрещаем. Я говорю, иди только не один, предупреди старшим, мы будем молиться. Мы их под зеленым стукном не держим, людей. Они у нас свободны. А враг в это и бьет. А вы их закабалили, под себя держите. Он ни разу не был, не видел. Люди у нас расходятся, неделю не созваниваются, и я им сознанием руковожу, когда они это репетируют. Еще мы мелишь-то языком. Как ты это можешь сказать? Как я могу на расстоянии? Да советская власть, если бы узнала, что я на расстоянии могу руководить мозгами, да они бы за меня сейчас по весу золота моего отдали бы родственникам, чтобы я сейчас взял в руки Синюка, там других, Арсения, Юрия Тимошенко, и мозги их на расстоянии запрограммировал, и повел бы их сюда за нашим газом. Что вы плетете-то? Сознанием руководить? Ты своим-то не руководишь. Я встану утром и не могу поклониться. У меня раньше была главная задача надеть брюки, поясницы. У меня три грыжи. Я сижу, палочки, натягиваю штанины, чтобы согнуть. А постепенно, я несколько лет не могу поклоны делать. Перед вами развалюха, но никто этого не знает. Почему? А кому я такой нужен? И меня, правда, сейчас я их кланяюсь и слышу, и вижу, Бог меня поднимает заново из-за развалин. А вы этого не знаете, я говорю. Вот так. Ну что, пора уже. Пора заканчивать. Пора заканчивать. Караулу стал нести службу, железняк. Давайте я сейчас заберу. Володь, ты скачивай-то на свой сразу. Идите-ка, на мой... Не залазьте даже. Я буду вас просто щелкать. Я не буду, чтобы он на свой поискачивает. Ну, все, брат. Давай-то они помня о нас и о нашей поездке, чтобы Бог нас все-таки сделал, как ему угодно. Я в конце добавляю, если Господи угодно, на пути нам или брусы брось, чтобы мы не переехали их. Все? Да. С Богом. Вот скажет, зомбировал, зомбировал Козлова. Бог силен, чудеса. Смотри. Балуль. Ушел он, да? Вот он, подойди к нему еще и глянь на него направь.